Почему твои видосы набирают мало просмотров в лайки и в других социальных сетях? Сегодня об этом и поговорим. А также я немножко расскажу о всяких своих приборах, которые я использую. Зверь, штативы и прочее. Для того, чтобы снимать мобильные видосы. Ехали. Конечно же, первый пункт, почему твои видосы плохие, это качество. Когда картинка не вот такая, как сейчас у меня здесь, а вот такая. Сейчас я заляпаю хорошенечко. Камочки, родненькие, жесть. Вот таких видосов просто миллионы. В таком случае не жди, что твои видосы наберут много. Они наберут очень-очень мало. Сейчас не подписался, найдем тебя. Берем вот такую вот тряпочку или кончик футболочки и оттираем. Качество намного лучше. Можно снимать. Следующий пункт это ди-на-ми-ка. Динамика. Если в твоем видосе нет динамики прям с самого начала, и ничего не происходит, на заднем плане, здесь впереди какие-то эмоции, движения, приближения, отдаления, то тогда не жди, что твой видос наберет очень много. Следующее. Никогда не снимайте видосы вот так. То есть источник света должен находиться перед вами, а не за вами. Сейчас я закину фотки в свой телеграм. Кстати, если вы не подписаны, обязательно подпишитесь. Ссылка будет внизу. Вот так видосы, как я показал, ни в коем случае не нужно снимать. Иначе это трэш, жесть и вообще не макеба. Иногда бывает, что такие видосы залетают, но это не говорит о том, что все ваши видосы будут классными. Сейчас уж мы с вами заговорили про свет. Немножко хочу рассказать о своем свете, что я использую. Многие из вас спросили, и я сейчас покажу. Первое, конечно, это свет просто от окна. И правильное понижение экспозиции. Следующий приборчик, это вот такой Юланзи. Очень офигенный. Светит разными вообще цветами. Он может использоваться как фоновый цвет, так и свет для того, чтобы высвечивать себя. Вообще тупо. Есть индикатор. Очень круто. И сзади на фоне очень это все классно смотрится. Сейчас я покажу. Я его и использую очень часто. Видите, я положил сзади себя. Многие снимают свои видосы, особенно для Ютуба, вечером или ночью, когда уже темно. Чтобы заполнить комнату намного лучше. Еще у него есть вот такой рассеиватель, что позволяет дать более мягкий свет. Штативы. Вот такие мне нравятся тем, что их можно прикрутить куда угодно, к чему угодно, либо просто поставить телефон. Еще один штатив. На нем у меня стоит... Он сейчас. Такой вот штативчик с держалочкой. Тут все раскладывается. Есть пультик. Он разворачивается. Я думаю, что у многих такой есть. Следующий свет. Это вот такая вот лампочка. Она не RGB, но тоже неплохая. В пользу как заполнение, для того, чтобы дать какой-нибудь другой цвет моему фону. А также на фоне играет музыка, которую вы не слышите, но она есть... С помощью такого пультика все управляется, меняется цвет. Очень круто, классно и обалденно. Ага, рассмотрел тебя под микроскопом. Снимаешь плохой контент. И еще один цвет. Это лицевая лампа. Небольшая. Я ее использую для того, чтобы светить себе на лицо, потому что эти приборы, которые я показал ранее, они у меня заполняют цвет, потому что эта лампа не может так. Мне не очень нравятся кольцевые лампы. И не такие крутые, как вот, например, такая Юланди. Я бы очень хотел взять себе еще одну такую, для того, чтобы светить на лицо. Но за неимением пока что, в принципе, она меня спасает. Продолжаем дальше. Я сказал немножко о свете, этого достаточно. Следующий, четвертый принцип, из-за чего твои видосы набирают очень мало. Это отсутствие каких-то ярких предметов. И прикольно, если на фоне что-то тоже движется, что-то происходит. Это тоже неплохо. Либо вы делаете какое-то действие сразу же. И пятое. Сделайте какие-нибудь элементики. То, что может интересно привести видео в динамику. Вы снимаете или надеваете какую-то вещь. Вот, вы же обратили внимание. Это вот к этим вот элементикам, которые очень сильно помогают вашему видосу. Забывайте про них. Это был такой небольшой видос, где я вам рассказал, почему ваши видео плохо идут, что влияет на картинки. Какие штуки есть у меня. Надеюсь, что вы всеми этими вещами будете пользоваться. Такие видео я еще буду делать. Буду еще много о чем говорить. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал, на этот канал. Смотрите все-все-все видосы, которые у меня есть. Мне будет очень приятно. Не забывайте комментировать. Подписываться на все мои соцсети. Они есть в описании. Всем спасибо. Был Влад Ней. И пятое.